Для защиты нашей Родины и её территориальной целостности была проведена частичная мобилизация. Славянцы, как и все жители нашей страны, приняли в ней участие. Семьи мобилизованных в нашем муниципалитете не остаются без внимания. Об этом мы расскажем в нашем репортаже. В настоящее время мобилизованные славянцы выполняют сложные задачи по защите суверенитета и безопасности России. Все они могут быть уверены в том, что на Кубани, в том числе и в Славянском районе, их родным и близким будет оказана необходимая поддержка. Юлия Сазонова работает медсестрой в фельдшерско-акушерском пункте небольшого хутора губернаторского протокского сельского поселения. После мобилизации её мужа Артёма Юлия и двое её детей не остались один на один с житейскими проблемами. В данный момент без него нелегко. Правительство и администрация наша местная помогают. Попросила спилить дерево, спилили. Сказали, если нужно перепахать огород, звоните, мы вам перепашем. Также получила все выплаты, единовременные на детей, новогодние подарки, денежные пособия тоже ежемесячные, также получаем. Нужно отметить, что её ребёнок пользуется бесплатным питанием в школе, посещение детского сада также освобождено от оплаты. Людмила Ткаченко работает уборщицей в 29-й школе станицы Петровской. Когда была объявлена частичная мобилизация, был мобилизован её сын Александр. Администрация Петровского сельского поселения оказала реальную помощь в проведении водопровода к домовладению Ткаченко. Выполнена врезка, установлены два колодца, оказано услуг на 121 тысячу рублей. Я мама мобилизованного Александра, проживающего в станице Петровской. Его мобилизовали в октябре месяце. На данный момент, в принципе, он находится в зоне своего. Помощь от администрации была, в данном моменте проведения именно водопровода к дому подключения, так как воды у нас не было. И, естественно, все выплаты от государства, да, и от краевой администрации, есть и от районной администрации помощь, да, и всё, что положено, все какие выплаты, всё он получает и помогает, естественно. В сельских поселениях знают тех, кто мобилизован, и стараются поддержать их семьи. О них, конечно же, не забыли. И это очень значимо для родных и близких солдат и офицеров, выполняющих свой долг перед Родиной. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа События.